Проблема, разгоревшаяся вокруг центрального рынка, задела интересы трех тысяч арендаторов. Некоторые из них более 20 лет уже работают на своих местах. Теперь люди находятся в подвешенном состоянии и не знают, что делать дальше. Не так давно собственник центрального рынка известил этих рабочих о прекращении деятельности рынка. В приказах, которые он разослал людям, было указано обоснование в связи с заведением уголовного дела по неуплате налогов. На самом деле, даже несмотря на налоговую задолженность, центральный рынок имеет право продолжать работать. И чтобы добиться правды или какой-то защиты, арендаторы вынуждены искать помощь. На заседании в областной думе фракция «Единая Россия» обсудила этот вопрос. Представители партии пытаются найти пути решения проблемы. Вчера мы встречались в общественной приемной, встречались с инициативной группой этих арендаторов. Это были представители города, представители правительства. И такое, в общем-то, идет ненормальный слушок. Или захватить этот рынок, или закрыть. Значит, все было весной. Представители правительства, все заинтересованы, чтобы рынок работал. Тем более, речь шла даже о закрытии мясомолочного всего этого комплекса. Там более 100 лет уже работают. То есть все за. И правительство, и город. Город, чтобы успокоил. На всякий случай уже подобрал места, куда можно эти люди пойти. Было не стремно. В эти дни инициативная группа арендаторов рынка, обращаясь к органам власти, получила консультационную помощь. И в дальнейшем, если это будет необходимо, им будет оказана юридическая поддержка. В ходе заседания фракции «Единая Россия» депутаты приняли решение избрать от партии координатора по этому вопросу. Урегулировать конфликт в результате поручили депутату, члены фракции Татьяне Гусевой. На заседании облдумы члены фракции единогласно поддержали это предложение.